ТБ не в бане. Взяли Spectrum на 23 и получили тб на 24 мгновенно вообще. Ну не знаю, кому отдавите предпочтение ребят здесь по трафту? Я за тб. Нет, я думаю директор имеет право за такое прийти, просто ляпаса такого отцовского дать. Слушай, ну у него как бы команда... Лим тут может умереть, Торнадо, сейв. Вот, кстати, получил быстро третий левел, энчант у него второй. Так, нападает на Эйфола. Пробить? Нет, ну кого? Ну, хотя, вот так вот спектрайски. А есть Сандер? Есть. Сандер прокачан. Все, есть, ну и вот тебе минус. Не, все-таки без шестого левела на Марсе нападать в таких ситуациях сложно. Если был бы шестой левел, ты пригвозил бы Карене вот эти вот дополнительные магические дэмэдж, ты где-то нанес и скорее всего-то рвот забрали. КБ тоже погибает. По-моему, это уже начало конца, на самом-то деле. Как бы я не топил за кого-то. Попробовать подбайтить, но, видимо, что-то понимает. Тут Virtus.pro не подставляются. Ага, тут уже Kingslayer прилетает. В итоге есть, ой-ой-ой, хороший проказ, на самом деле, может быть. Почти двоих поцепили. Поцепили только Лишака. Вернули Марса. Марс в это время ставит арену на развороте. Будет ли что-то делать? Просто холдснеп на него работает. Сфот не успевает ничего толком использовать, кроме копья. Но два игрока уже в таверне с там страйком GPK и добивает лимпа, который пытался оттуда убежать, но у него не вышло. И 6000 золота преимущества, и все еще пока что счет команды Лайенс не был открыт. И это команды Лайенс, которые 2-0 просто по предыдущим своим оппонентам прошлись. По Сикретам, да, они так же прошлись как раз у нас по рептиву. Идик уже несколько раз об этом познал. Хотя бы динозаврика этого можно убить, 3 500 у него нетворса. Накинулись под хрон. Вот так вот, опа, поехали. Так, а что? А все равно, посмотри, даже так получается, пока они сложно пробивают. В итоге полетел санстрайк, а сфот погибает, а сфот таверну. Убили ничего, хорош, один килл есть. Хорошо, минус сейв. Ладно, ну все, распочато, так сказать, команды Лайенс. Но самое-то интересное, а дальше что делать? В итоге тут пытаются пока откидываться на тревышку еще команды Лайенс не потеряли. Ну, на самом деле, если так по одному фрагу там где-то заработать, там сейчас Найфол остановить. Две минуты у него еще и несправда действует, и как бы с ним по этому поводу сложно справить. Скинуть, но это правда тяжело. Так. С4, находят его, Кингслейер ультует, а рядом команда что, не успевает помочь там С4? Нет. Нет, все саппорты были далеко, вот как-то как-то не сыграли здесь. Слушай, а есть лимон? До свидания. Вот правда выходит на слим. Так, еще один фраг, кстати, можно сделать. Да ладно, Кингслейер пока живет, но буквально еще тычка. Молния, в итоге забрали. С4, да, как насчет поставить арену? Не, все, там уже как бы есть форстаф. Глимер, очень много у этой энчантры. Ставится арена. Тибер же здесь пытается прокатиться, но тут же Найфолк уже в спине. С4 пытается улететь сюда на телепорте. Получится ли? Нет. Сейв делает фраг, и С4 вправляется в таверну, ну, совсем другим путем, не тем, который... Ну, дело за малым осталось. Оп, ФНГ, ФНГ. Ай-яй-яй. Он хотел все-таки добить эту вышку, получится или нет. Там буквально тычку реально надо сделать. В итоге он добьет. Да ладно. С1нстрайк на базе. С1нстрайк на базе. Что это было? Хайлайты, просто хайлайты. Ну, ГПК, кстати, реально сегодня очень жесткие С1нстрайки. ГПК Лев, Булк, он бикает, по-моему, у них. Дезрапт отвечает. Да, драка. Кстати, неплохой Террорайз арена. В итоге Дезраптара можно убить, понашел катаклизм. Ну, и Найтфолд уже постоит стрелять. Кстати, драка-то началась неплохо для коллектива Эллайнс, но заканчивается пока на печально. Там еще и Ника Бэйби, как видим, очень сильно страдает. Пытается он переключиться все-таки на инвокера, но инвокер здесь делает год лайк и забирает огромное количество. Справится, короче, тут очень тяжело. Да. Пока что как-то так у нас происходит. Ну, блин, вообще, кстати, а вот здесь? А ГПК-то может заиграться здесь? А у него БКБ в кулдауне или как? Слушай, БКБ, по-моему, у него отсутствует. А у него даже нет пока БКБ. Это просто момент такой, что сейчас Лишрак дал Юл, и в итоге инвокер за счет этого задоджил просто-напросто задувочку от... Худвинг? Дай время сыграться. Дай время сыграться. Лайнс? А сколько? Сезоны... Двух сезонов не хватает, да? Небеси? Не, это мало. Ну, или Пазис должен видеть находит. Четыре секунды там, по-моему, ДПКБшки, Лимф. Да нет, он уже не уходит. Там уже сейв под Алаквити с импетусами. Нормально? У него пика... У него 150 крипов. Он фармит больше, чем любой Core Alliance, наверное, кроме Спикторы. Да, мы за ним это все как-то прекрасно помним, когда он там еще и на Пускаре как-то раз отыгрывал. На Саппорте, вспоминается мне, одна игра. Замечательная. Так, ладно, у нас здесь 9-ти секундная БКБ-террорблей, 20-й левел, СФО ворвался, СФО погиб. СФО ворвался, СФО отъехал. Да, по-моему, это... Нет, закомбинили неплохо, конечно, но урона нет, отсутствует. Да, слушай, по-моему, эта игра уже должна понемножку заканчиваться. У нас тут контролируют, как мы видим, пока что там Террорблейд, пытаются помешать. Полетел Санстрайк, Санстрайк попадает, GPK... Не, ладно, против такого GPK на первой карте можно реально просто писать респект и... MLG, вот это, все подряд, все летит, залетает отлично. Это реально, это реально, это вот это вот... А, все же GG, да? Ну, да. Это вот это вот. Это вот это вот. Слушай, ну вообще, вот просто, получается, что мы сделали? У нас команды Лайн забрали всего лишь трех героев. Один раз они забрали сейва, дважды они забрали Дезраптора. Ну, тут кодринжа вагильщика. Не, мне нравится Медуза, но единственное, тогда Магнус и баф особо некуда будет. Медузу? Ну, белый урон он... Ну, хотя, да, Медузе, кстати, всегда особо и не хватает урона. На Медузу... Эмпавер нормально. Тем более, что Медуза все шмотки собирает как раз-таки... Да, у нее там в основном весь белый урон. Джаггер вообще берут. Ну, Джаггер против Вакса, ну и... Ну, да, не лучше выбирать. Мне те герои побольше понравились, которых вы перечисляли. Джаггер против Вакса, причем, был бы Джаггер Гримм, я бы это понял. Можно было бы хотя бы там реально это Вакса на ранней стадии раскручивать прям больно и убивать. Джаггер Виверна против Вакса. Ну, слушай, под артик Берна можно попробовать. Потому что Магнус и ВК у нас когда-то появлялись, как герои. Да нет, воровать... Слушай, это сильно было. Воровать одного из пяти героев, которого можно пикнуть, такое себе. ВП опять забирает себе ферстблант. Подогнали, стан есть. Поставили также еще и кинетик филд, но при этом тут Шамбайва все-таки забрал. С4 стана попадают. Так, хорошо, Вскювер, еще буквально пара атак, но, как мы видим, кингслейер успевает. А первый умирает Ханскин, Ханскин первый, поэтому получает экспу себе кингслейер. И он доволен этим разменом. Сверху большое расстояние, так, окей, измельчение есть. Нападают. Магнус, Вскювер, Шоквейд. Что, РП будут давать, да. Да, ну, слушай, тут сейчас, в принципе, если его заберут, то... А, его даже рекорднат спал. Его так один раз не забрали, и тут уже рядом команда, и как минимум ФНГ заберут, а РП нет. А С4 есть РП? Он просто отсюда не уйдет. Ну, слушай, мне кажется, ему даже там просто ТП бы не дали сделать. Да нет, это вообще... Никто понятия не имеет. Все просто куда-то идут с маке, чтобы нажать кнопки. Ну, давай подумаем, смотри, тут еще такой вариант может быть. В принципе, что ребята просто планируют сейчас выиграть время для Джиггернаута. Какое-никакое, да. Просто тут плеймейкерам как бы сложно было остановиться. Тут, кстати, Дримкоил ставится по двум героям. Неплохо лимпа возвращает. Лимпа сейчас можно убить под сейв. Но там, опять же, Тандер Страйк. Слушай, неплохой фраг, конечно, для Ханскина получается. Он зарабатывает 437 монет. Но тут в основном-то все равно драка проигрывается за счет большего убийства от Виртус Про. Они забирают троих. По байбекам, кстати, у Магнуса и у Джаггера байбеки есть. То есть это, на самом деле, такой прям положительный момент полюс коллектива Alliance на этом в Рошане. Да, байбек имеется от Виртус Про. Выводится пока что в Райс Кинга, пытаются им справиться. Прожимает БКБ. Проблема у ИСФО, но ИСФО может байбек. Уже об этом говорили. Катаклизм полетел. Очень больно происходит сейчас с командой Alliance. Забирают Верну, который, кстати, не будет выкупа. Есть умный слэш. Можно разворот его сейчас давать. Умный слэш пошел. Отличный. И в итоге справляется с одним. Есть гост, правда, от Сейва. В итоге Сейв здесь выживает. И делаются байбеки от команды Alliance. Они сейчас попытаются выбить инкарнацию из Райс Кинг. Джаггернау там продолжает лишь наражаться. РП все еще имеется у ИСФО. Да, он выдает это РП. Тут цепили сейчас в Райс Кинга. Пытаются с него справиться убить. Тут пошел слэш. Забирают в Райс Кинга. И байбека у него нет. И должны Рошана забирать Альянс. Да. Тут еще Дримкоил на инвокера. Его видно. Забирают. Байбека живет. Подхилил его еще ФНГ. Минус 5 делают Альянс за счет байбеков. За счет байбеков они все-таки справились. А у Virtus.pro байбек только один у инвокера. Не слишком простая задача. Была бы. А тут у нас Фрейс Кинг. Кстати, там уже Скаде имеется. И Найтпол вообще тут очень сильно загулял. Команда, конечно, подходит. РП нет пока. БКП прожимается. Аксрывается в двоих героев. И неплохо варвас. Ультимейт верный, правда, есть. Ультимейта Дизраптора также ставится. Все-таки пытаются с ребятами из команды Лайонс править с РП. Выдается пока Брайс Кинг. И троим подходит. И Джиггернар просто-напросто уничтожает здесь игроков ВП. И дальше переключается еще и на ГПК. И забирают его. В итоге 21-19. Четыре минуса безответных от команды Лайонс. И они продолжают погоню. Кинцлэр также погибает. Это даблкил для лимба. Дважды его будешь убивать. А тут Акс ворвался. Катаклизм полетел. Но, кстати, лимба сложно пробить. И Джиггернар в это время справляется с сейвом. И в итоге уйдет ли отсюда ДМ. Вот в чем вопрос. Диффуза на него работает. БКБ у него уже нет. Замедление от Артик Берна. И в итоге Акс может погибнуть. В райскинг ворвался. Есть кювер от Магнуса. Пока что выигрывает время. Ставится Дримкоил на Джипи Кея. И Найтфол теряет реинкарнацию. Две стороны нет. Нет героев. Энчантра сейчас может байбэкнуться. Ультимейты верные не самые лучшие. Но в итоге сейчас Джиггернар можно просто отсюда отойти. Ультимейт Дизраптора отсутствует. Ника Бэйби слишком большой у него. Все еще имеется Аегис. И команда Alliance могут отсюда спокойно показывать. Да, вот у нас стоит просто Джиггернар сейчас бьет эту вышку. Акс ворвался. Неплохо. Пак в это время врывается также Сайленс. Правда он получил сейчас контроль. Пытается сюда выбраться. У него получается Акс в это время погибает. Есть байбэк. 65 секунд нужно байбэкаться. Ника Бэйби го онлайн. И пытаются просто откидываться. Да, очень больно делать сейв. Конечно. Слетят, стреляют. Как же филит тут неверно. Но Акс в это время. Агр неплохой. Акс после байбэка. Магнус попытался его просто поднять. Но там он не слэш пошел. Акс погибает без байбэка уже на сей раз. И Ника Бэйби просто стоит и фронтлейнит эти бараки. Ничего не могут сделать команды Бетус Прой. И они пишут просто ГГ на второй карте. В итоге, казалось бы, что у команды Лайон шансов не так уж и много. По тому, как все происходило на первой. Но вы посмотрите, что происходит сейчас. Я, пожалуй, поставлю на Альянс еще раз, ребят. Ну, это, я не знаю. То есть, мне кажется, у ВП вот прям слитый драфт. Серьезно. В конечном итоге, мне кажется, у ВП драфт прям слитый. И что делать с этим, непонятно. И да, они могут выиграть, конечно, и показать. Вот мой Виртус Пром мы сейчас просто задушим. Но я уверен, что вот на дистанции драфт Альянс будет побеждать гораздо больше. Сейчас там руна. Забрать руну нужно. Ой, хороший стат. Уже, знаете, не получилось. Все, хоста у ГПК. И можно пробивать за сейчас Лину. Ну, Лина, конечно, пытается чем-то откинуться. Не получается. В итоге Лина погибает. Никсасайс, она так же гонит. Есть мим, есть палец. И это дамо килл для сейва. Мега килл же у сейва. Нормально? Что вообще происходит с сейвами? Восьмая минута. Рамглайдем прим еще превращается в 2000. Тут это время сейчас дэма окей. А дэм... Он выложил что-то. Он выложил и украли это или что? Не, мне кажется, он подобрал обратно. Подобрал все-таки. Да, он успел подобрать. Ё-моё. Вот это сейчас был бы момент. Ага, дэм тут еще пытается жить. Слушай, так он еще и попытается уйти отсюда. И он уходит. Господи, как повезло тут. Блин, как ему повезло. Да, если вот сейчас... Не, я вообще думал, что Никсом сейчас ворует просто этот артефакт. Он арканы, видимо, выложил, чтобы Солринг заюзать. Успел все-таки подобрать. Не заметили Альянс вовремя. Блин, даже мы заметили. Тейкантер, кстати, сейчас и погибнет здесь. На него вижен дается. Худвинг здесь уже никак не поможет своим утимейту. Есть только... Ой-ой-ой-ой, Вендетте! И он из Вендетты ударил. О, красота. Это просто развал. Пока что идет отсюда коллектива ВП. Ну да, как-то вот так вот получается. Это случайно получилось? Будет этот герой пробивать дальше. Ну, когда там есть подсейп. Вот опять же, смотри, попытка забрать один раз. Лотос дается, да, ее забирают. Хорошо, выбили. Эта тревышка все еще стоит. Но с такими ХП она долго не простоит. Вот это время ставится Нибус, контролирует лимпали, и прожимает БКБ, уходит в это время. ФНГ также сдувает своего ультимейта. БКБшка от Найфола была использована. Т-3 вышку все-таки ребята из команды Лайнс потеряли. Но дальше что делать? Есть рефлекшн. Контролирует ФНГ. ФНГ забирает. И забирает его сейп. В это же время ультимейт от Луны. СФО погибает. Да, его добивают здесь. В итоге 9 тысяч золота преимущества. Плюс сторона, которая уже горит на топе у команды Лайнс. И у ГПК? Опа. А тут ТП поймали. А ДБ так и все поймать. Убить ТБ 52 секунды в таверну. Просто без шансов для Террор Блейда. Слишком много бёрстов. Ну слушай, вот с Виверной. Вот самое интересное. И на ноль. Закончить ли на ноль? Кого убьют у Виверну? Сложно, обычай. Ладно, на боте. Ну такое заруинить сложно, конечно. Сложно, но можно. Так, Леон. Леон убьют. Леон погибает. Хорошо. 50 секунд в таверну. Дальше Виверну тоже поймали. Верну убили. А Луна-то без Аегиса. Но прожимает по КП. Наносит очень много урона. Верна в это время бай-байка забирает Никса Сайсина. Продолжается драка. Никобейбе на плайне ХП. Там же в это время, как мы видим, идет просто ИСФО. Но ИСФО нарывается на неприятности. Погибает. Ну, видишь, все-таки два фрага команды Лайн сделали. Огрызнулись. Но после этого они возвращаются на своих игралов. Просто контролирует. Так, тут еще и, как мы видим... Ой-ой-ой. А можно ли пробить сейчас как раз именно Луну? Луну очень мало шансов ее забрать было. Потому что Виверна, как мы видим, стояла в спине. Она очень свое время-то поцелила. БКБ дальше. Тут же пошел ультимейт от Луны. Прожимается так же, как мы видим, ультимейт от Виверны. Ну, и Тайфхампер после этого дела погибает. БКБ у Террорблэйт заканчивается. Подкапывают Луну. Луну попытаются снова убить Луну. Снова сейвит Виверна. Да, такое точно пробить крайне сложно. Там Террорблэйт в это время страдает от Тимбера. Дэм без маны. Правляется дальше на поиски все-таки этого фрага. Но фраг сделать не получилось. А так на тоненького Найтфолла могли забрать дважды. Даже первая смерть его была бы очень такой неприятной. Тут это время, кстати, у Виверны. По-моему, пока что КТ способность находится. Подсейвили же только. Да не может быть. Да ну нет. Ну не убьют. Не убьют. Да ладно, тычечка. Да ну ладно. Не, забей. Лагуна. Лим пытается просто добить. Не, нет, друзья. Это уже, наверное, конечная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...